Привет, YouTube! Это будет видео с техниками увеличения губ с помощью косметики, и многие помнят, что несколько лет назад были в моде такие видосы, когда с помощью специального девайса или помпы увеличивали губы, сосали крышечку, простите. Так или иначе, в инстаграме все время мы видим губы еще в два раза более большие, чем я сейчас себе накрасила, и многим очень интересно попробовать, ну или хотя бы, может быть, кому-то интересно узнать, как же это на самом деле делается, так что давайте доставать косметику и пробовать. Короче, какая бы ни была причина у вас увеличить губы, макияж смывается, это главный его плюс, поэтому если девушке интересно сегодня прийти с большими губами куда-то на мероприятие или сфотографироваться с ними, я прихожу на помощь. Я вам сегодня буду помогать лайфхаками и правильными продуктами. Итак, начнем с первого трюка, и это скрабирование. Я буду использовать зубную щетку, потому что этот вариант, который, в общем-то, у всех есть под рукой, и, соответственно, вам понадобится салфетка. Если у вас очень чувствительные губы, то нанесите бальзам сначала, если нет, то просто ваша мягкая зубная щетка и слегка поскрабируйте. Щетка должна быть чуть-чуть влажная, или можно ее смочить, но будьте очень аккуратны, такое шлифующее круговое движение. Или если у вас есть скраб для губ какой-нибудь, вы можете использовать его, например, у меня от Dior, но даже если скраба нет, то свой бальзам вы просто смешаете с сахаром. От одного этого шага уже губы становятся немножко пухлее и немножко ярче, потому что проливают кровь, и к тому же вы подготавливаете губы к последующему макияжу. Мерлин Мадро, например, наносила пять продуктов, пять разных помад слоями, и сейчас тоже многие голливудские визажисты красят все, что есть в косметичке на губы. Но на самом деле можно сделать немножко по-другому. Помогут две вещи в составе средства, это либо пептиды, либо ментол. Ментол используют достаточно многие марки, некоторые дают очень неприятный эффект такого жжения, и более редко используют как раз-таки марки пептиды. У меня есть вот такая вот прям коллекция увеличивающих губы продуктов. Это марка Buxom, и она сейчас у нас появилась в L'Etoile. Что Buxom интересно, в том, что не только в классических блесках, которые существуют в двух текстурах, с частичками шиммера и без частичек, но и в классических помадах в пуле. Вот эту сегодня мы будем использовать. И также даже в карандашах вот таких вот широких, которые с эффектом помады, тоже есть вот этот вот увеличивающий объем компонент, и даже физически вы ощущаете такое покалывающее чувство. Cushion это сухая пудра, и даже в этой сухой пудре для губ все равно есть увеличивающие компоненты. Поэтому, если даже без техники говорить, в любом случае вы получите эффект увеличения объема. Прием первый, размытый контур. Это мы будем делать с помощью Cushion. У меня в оттенке Soft Whisper. И таким втирающим движением мы наносим на все губы, начинаем растушевывать, но уже по опустым аппликаторам, то есть больше я не добавляю. Увеличиваю губы за контур, я только на 1 мм, не больше. Причем мы смотрим на наши губы. И если вот здесь у меня плоская часть, здесь можно увеличивать. Если где-то у вас, как правило, здесь или на верхней части, которая называется лук Купидона, сильный рельеф, не заходите за этот рельеф, потому что иначе у вас будет эффект как будто 4 губы, как часто мы видим в инстаграм каких-то моделей. У губ есть такая светлая каемка, я ее тоже закрашиваю. Втираем, втираем, и уже одно это средство дает такой вот объемный пухленький эффект. Но мы можем пойти немножко еще дальше и добавить чуть более светлого оттенка на середину верхней и нижней губы. Вот на верхней я добавляю, видите, не целиком, а такими небольшими кружочками. И кистью на обратной стороне карандашика я это втушевываю. Получаются такие нюдовые, но не трупные при этом по оттенку губы, и они очень объемные. Такой секси эффект, и при этом губы не сливаются у нас с основным тоном нашей кожи. Чем больше слоев наносите, тем сильнее эффект, и об этом тоже будет один из наших следующих трюков. Далее, что еще можно сделать? Я беру кисточку, на которой у меня темные тени или скульптурирующее средство, и подкрашиваю слегка. То есть видите, ввожу по границе наших губ, и получается очень легкое затемнение. То есть не нужно рисовать второй контур. Далее, что можно сделать? Это нарисовать чуть-чуть тени под нижней губой. Все та же у меня скульптурирующая пудра, которая чуть темнее моей кожи. Натуральные губы всегда после своего объема имеют такое вот легкое затемнение, и в общем-то мы его сейчас как раз и создали. Но так как это туториал, в целях показательных я хочу, наверное, еще усилить эффект, и буду наносить вот такой вот оттенок блеска Долли. А Долли это вообще такой вот канонический у баксом цвет. Он у них есть в абсолютно всех текстурах. Есть с шиммером, есть без. Наверное, я буду использовать с шиммером. Те, которые с прозрачной упаковкой, они шиммерные. Тут опять наши пептиды и охлаждающие компоненты будут работать. Когда наносите, используйте такое втирающее движение. Не бойтесь, что вы размешаете все свои. Все будет хорошо. Не заходите за контур, потому что если блеск наш уедет за границу объема, будет смотреться очень странно. И вот такие вот у нас получаются кукольные губы, как у инстамоделей. В эпоху, когда филеров еще не было, супермоделям 90-х делали примерно такой техникой, с помощью нескольких оттенков и нескольких текстур. В общем-то, эти объемные губы. Но на этом мои трюки не закончатся, потому что мне нужно будет стереть этот продукт и нанести следующий, точнее помаду. Это еще один трюк, потому что я заметила, когда мы, бьюти-блогеры, делаем много слотчей, перекрашиваем губы и показываем вам все цвета помады, к концу все время просто это пельмени. И мы уже говорим, что губы захватывают лицо, губы становятся больше и больше. Это так. Почему? Потому что это симбиоз двух, в общем-то, действий. Во-первых, вы увлажняете губы самим слоем помады, а во-вторых, вы потом стираете и делаете наш первый трюк, то есть скрабирование салфеткой. Убираю все, что мы наносили до. Даже когда вы стерли блеск и карандаш, объем все равно остается, потому что пептиды все равно работают. То есть уже такое увлажнение и холодок какой-то остался с нами. Тут нам понадобится помада и очень много салфеток для того, чтобы ее стирать. Помада у меня это серия Full Force и оттенок ее называется Influencer. Это очень мило, по-моему. Давайте наносить, стирать. Помада увлажняющая с сиянием. Лайфхак. Для девочек, у которых есть асимметрия, например, если одна половинка меньше, чем другая, или там уже больше, та, которую вы хотите сделать чуть больше, вы можете чуть заходить за контур для того, чтобы именно эту, которая меньше, увеличить сильнее, а вторую не сильно. Зарисовывать, обрисовывать, и они у вас после нескольких перенанесений станут примерно одинаковыми. Естественно. Хоп. И наносим снова. Не стараюсь прям идеально закрасить, не стараюсь идеально стереть. Просто закрасить и просто стереть уже достаточно. Но уже от нескольких перекрасов у нас получается эффект, как будто бы они такие зацелованные с натуральным якобы цветом. Хотя это добавление искусственного, просто от каждого раза добавляется немножко пигмента. При необходимости, если где-то, понимаете, что перестарялись, добавьте немного консилера. И можем красить наш блеск. У меня оттенок Natalie. Свои помады, которые потихоньку впечатались в губы, дают эффект тинта. И блеском уже добавляете цвета, покрытия и глянца. И вот такой вот получается эффект. Я думаю, что результат виден. И, возможно, даже из космоса. Стирать мне не хочется, но я хочу вам показать еще один трюк. И еще одна техника будет немножко странная для обычного пользователя. Но ее дико любят визажисты. И мы ее называем губы-муладки. Ну, или, в общем-то, вариации на тему этого названия. Многие западные визажисты и многие наши, уже сейчас не вспомнишь и не узнаешь, кто был первым, делают такой прием. Берете карандаш, которым вы красили брови. Конкретно у меня это карандашик от Nars. Это оттенок Macassar. И, да, наносить мы его будем на губы, а не на брови. Пририсовываем контур. Не боимся, потому что он понежнеет, когда добавится блеск. Спойлер, да, конечно, блеск будет. Я для камеры крашу достаточно насыщенно. Вы можете для первого раза немножко нежнее делать, светлее. Но, в общем-то, после первого же раза вы убедитесь, что это не страшно. На лукупидона, то есть вот на эту вот часть, и также на уголочке снизу наносим немного хайлайтера. И нам понадобится тинт. Тинт с эффектом блеска. У меня оттенок Besso. Этот продукт называется Serial Kisser. Мы его наносим только на центральную часть. И так же, как и карандаш, который мы немножко с перебором наносили, да, тоже наносим слегка избыточно. Такой эффект вы видели у многих инстамоделей, у очень многих визажистов тоже на их моделях. Такой создали градиент от центра. И теперь нам понадобится молочный или хотя бы слегка прозрачный блеск. У меня это будет оттенок White Russian. И в конце увераете с аппликатора обязательно остатки этих продуктов, для того, чтобы он потом у нас не приобретал этот цвет. И опять затирающим таким движением разносим. Техника близкая к той, которую используют на J.L.O. Но у J.L.O. по контуру продукт оранжевый. Непосредственно для такого бронзинга, контуринга. Здесь же у нас для более светлых оттенков кожи и более светлый тон также. Салфетка наша любимая. И вот такой у нас получился последний вариант. Напишите мне, пожалуйста, какой из вариантов вам понравился больше. Потому что вот этот, на самом деле, мне кажется, самый эффектный. И, естественно, в любой из этих техник я уже представала перед вами в старых видео. Но так много комментариев по поводу того, надула губы, накачала, никогда не было. Как вот в одном единственном видео. Или я сняла два в тот день. Короче, однажды, когда я носила именно вот такой макияж губ. Ой, хотя я ничего не поправляла очень-очень давно с помощью филеров. Было много комментариев, надула, накачала. Это делается очень просто. Это рисуется все и потом смывается. Вот. Спасибо за то, что посмотрели. Напишите, если у вас есть какие-то еще трюки для влечения губ в комментариях. И пока-пока. До новых видео.